Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально недавно я выложил своё видео по поводу про круто вот этой рулетки розыгрыша бомбический у себя на одном из твинков. И там в принципе я неплохо окупился. Да, я ушёл по золотой копилке в минус на 3000, то есть она стала на 3000 меньше, но при этом я получил восьмёрку МВЗН-122ТМ и получил себе Черчилля третьего. Я посмотрел на шансы, на возможности и для себя пришёл к следующему выводу, что самые выгодные прокруты это безусловно до вот этих вот прокрутиков, грубо говоря там до 20, где ты там у меня прячешься, до 24 уровня. Это как максимум. Дело в том, что смотрите, разработчики не зря разбили все вот эти вот участки цифрами в один золотой. Сейчас объяснём, как это всё работает. Если мы говорим с вами о прокрутах до, грубо говоря, там, не знаю, 18 уровня, да, то суммарно у нас получается до 18 прокрута 6175. И если вам выпадают всякого рода чёрные ящики, мистики и так далее, то часть золота вам возвращается и вы не сильно уходите в минус. Дальнейшие прокруты, начиная с 18 уровня и до 24, то есть до следующей единицы по голде, обойдутся вам уже в 4100 голды. Вроде бы и немного, да, там 695, 735, 790, но по факту это практически по 1000 за каждый прокрут. И здесь, соответственно, у вас увеличиваются шансы на какие-то более хорошие контейнеры, но в то же время вам из этих контейнеров выпадает всё то же самое. То есть то же самое приблизительное количество голды, те же самые шансы выпадения мистических сертификатов и так далее. Начиная с 24 уровня и по 30, то есть за вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5 прокрутиков, вы заплатите ещё 6000 голды. Но опять-таки для вас не улучшаются награды внутри самих контейнеров. Ну и понятное дело, что дальше будут крутить только самые богатые, потому что там цифры просто зашкаливают и необходимо иметь ну очень большой запас золота для того, чтобы пройти полностью весь розыгрыш и открыть себе бомбические вот эти вот контейнеры, которые скорее всего падать будут последними, потому что шансы на них продолжают быть мизерными. Ребята, обратите внимание, что допустим на контейнеры бомбические в голой рулетке шанс выпадения 0.12, а когда я прокрутил и дошёл до 30 уровня, то у меня шансы были 0.40, то есть даже не полпроцента. Поэтому не думайте, что вам сразу бомбические начнут падать где-то после 30 левела, не знаю, может кто-то в комментариях и напишет, что повезло, но я очень сильно в этом сомневаюсь. Что я планирую делать? Я планирую сейчас у себя на основном аккаунте, где у меня есть существенный запас золота, по крайней мере для меня он существенный, может кто-то будет надо мной смеяться и скажет, у меня полляма на счету, но я планирую у себя здесь покрутить и не уйти ниже 60 тысяч. То есть я покручу до вот тех вот условных одного золотого, в которые надо вложить 6175. Ну и соответственно там будем смотреть по результатам обстоятельств, что там мне выпало, что не выпало, что компенсировалось голодой, а что нет. Ну что, кручу, не знаю, адреналин зашкаливает, особенно после прокрута на моём твинке. И, ребят, я вам ссылочку положил в описании, если вдруг данное видео вы не смотрели, то посмотрите, что мне выпало и что мне для этого понадобилось. Там, кстати, ребят, на твинке вот эти вот контейнеры с кастомизацией я, к сожалению, забрал все. А что касается вот этого контейнера с выпадением анимированного аватара, то одного мне не додали. То есть один всё-таки я не забрал, вместо него мне падала другая награда в виде других контейнеров. Мистический сертификат сразу! Сразу падает ГСН в мистический сертификат. Ребят, слушайте, по-моему, разработчики мне подкрутили и очень существенно. Так, чё у нас? Ну, дай мне ещё машину, которой у меня нет, или коллекционку за голду. М-60. М-60, блин, обидно, обидно. Дело в том, что, ребят, М-60 у меня на данном аккаунте есть. Ну и, соответственно, я понимаю, что я поднимаю, как я сильно влипаю, потому что я получаю 6 миллионов серебра компенсации. Но, с другой стороны, я не так уж и дорого за это сейчас заплатил. Обидно, конечно, был шанс. Был шанс поднять голды, был шанс взять себе какую-нибудь машину, которой у меня не было. Но, к сожалению, как есть, так и есть. Так, мистических талифманов мне не хватает целых 13, поэтому о них даже, как говорится, не мечтаем. Но, блин, слушайте, начало неплохое. Начало неплохое. Может, сейчас даже мне будет фартить. Почему нет? Ну, должен же быть когда-то день, когда на основном аккаунте ГСМу всё-таки начнёт фартить на контейнер. Ну, когда-нибудь это должно произойти. Так, едем дальше. 200 голды за прокрут. И что мы получаем? Мы получаем с вами, ну, в принципе, понятно, контейнеры с кастомизацией. Ребят, пока не унываю. Объясню ещё раз, почему. Потому что на моём твинке я уже проходил эту историю. Мне падали оттуда из этой рулетки контейнеры с кастомизацией. Я расстроился, расстроился, расстроился. Пока мне не начало выпадать что-то более годное. Очень рад тому, что сейчас у меня выпадают за меньшие деньги более дешманские контейнеры. Очень сильно хочется вот этих вот контейнеров. Это контейнеры огромный сюрприз. Если вдруг вы не знали, то из этих контейнеров... Сейчас сделаем перерывчик. Пусть игра подумает, что я куда-то ушёл. Если говорим о вот этих контейнерах, то они мне даже интереснее, чем мистические контейнеры. Дело в том, что вот здесь, допустим, контейнер М60. И вот если бы М60 у меня отсутствовала, то, соответственно, получаю М60. Если у меня М-ка присутствует в ангаре, то я получаю компенсацию 5000 золотом. Или я получаю, если М-ка мне не выпадает, то я, в принципе, получаю 5000 золотом. Поэтому из этого контейнера, если вам выпадает машина, которая у вас есть, вы получаете компенсацию голдой. Если даже эта машина премиумная, а не коллекционная. Ну, вот так вот. Поэтому мистики мне нравятся гораздо меньше, нежели вот эти вот контейнеры. Огромный сюрприз. Ну, давай, за один золотой мне сейчас жир какой-нибудь такой, чтобы выпал. Да, пожалуйста. Жирный контейнер с анимированным аватаром. Ну, слушайте, пока мне, честно говоря, на основе, наверное, даже меньше везет, чем мне фартило на Твинке. Там мне даже в начале как-то выпадали контейнеры, из которых хоть какая-то голда падала. А здесь прям голема-големовая. Такс, ну. Ну, 200 голды. Да, нежирно. Нежирно. Пока ухожу в минус, ребят. Пока иду в минус. Но ощущаю, я чувствую, я верю, я держу пальцы крестиком на ногах, потому что знаю, что сегодня мне должно фартануть. Я, знаете, как игроман, который бежит в казино с последними 50 и уверен в том, что сегодня он оттуда вынесет миллион. Так, что у нас? Мистики. Еще целых 11 мистических талисманов надо собрать. И что-то мне так подсказывают. 4, да, отсюда 12. Ну, да, в принципе, можно собрать на мистический контейнер следующего уровня, второго. Но, как показала моя практика, мне что с первого, что со второго, нифига нормально не выпадало. Как сейчас выпал мистический сертификат, я вообще, честно говоря, в недоумении нахожусь. Так, мега-контейнер. Ну, дай мне жир. 250. Не весело, не интересно. Ай-яй-яй. Вышел. Ладно, надо будет не забыть потом еще его открыть. Пока прокручиваем за 565, а там пусть полежит мой мега-контейнер. Может, он поднакупит в себе позитивных всяких энергий и выдаст мне потом прям, не знаю, миллион голды. Сразу. Лучше два. Ладно, бог с ним, полтора пусть будет. Так, мистический талисман второго уровня. Еще один. И, в принципе, это самое жирное, что здесь есть. Один день према, ну, такое себе, честно говоря, за такие деньги. Так, ладно. Делаем перерыв. Идем в хранилище. Открываем мега-контейнер. Сейчас у меня раздуплится мое хранилище. Ну, давай, родимая. Быстрее, быстрее, быстрее. Еще быстрее. Так. С кастомизацией даже трогать, ребят, не буду. Не хочу пачкать руки. Там ничего хорошего нет. Ни в одном, ни в другом контейнере. Ничего веселого, ничего интересного. Так. И тут двух талисманов мне не хватает для того, чтобы забрать гарантированную награду из мега-контов. Так. Выходим. Возвращаемся в рулеточку. И едем дальше. Едем дальше. Я ушел в минус, грубо говоря, на 3000 золота. Пока, пока, к сожалению, ничего годного, ничего интересного я не забрал. Фортанула, конечно, с М60. Если бы не было ее в коллекции, было бы очень круто, конечно, получить ее, можно сказать, бесплатно. Я бы, наверное, даже рулетку дальше не крутил. Вот. Но, ну, вот так. Как есть, так есть. Ну, давай. Талисман золота. Надо еще один. Собери их все, чтобы косарь голды вернуть. Так. Делаем прокрут за единицу. Но. Ну, давай. Ну, давай. Во. Хе-хе. Красота. Почему красота? Потому что там как раз двух талисманов мне не хватало. И сейчас забираем гарантированную награду за собранное. Вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Мистический контейнер. Неожиданно к нам пожаловали. И тессеракт. Ну, такой себе обвес. На любителя лучше, чем, конечно, там, какой-нибудь там обвес со смайликом. Ну, вот и все. Вот. Так. Забираем. Здесь порадовались. Забрали. И второй открываем. Че нам из второго мега-контейнера падает? Ну. А во втором мега-контейнере только 1350 гарантированной награды. Все. На этом, в принципе, мега-контейнеры закончились. Ровно как и талисманы, связанные с ними. Итого я, грубо говоря, там на тысячу с копейками сейчас в минусе нахожусь. Но забрал достаточное количество дешманских наград. Обратите внимание, что у меня все-таки еще высокие шансы на контейнеры с кастомизацией. Но гораздо меньше шансов стало на контейнеры с анимированным аватаром. Изначально их там, по-моему, 18% с копейками. Сейчас 8. То есть на 10% упали. При этом всем у меня контейнеры с огромным вот этим вот сюрпризом для меня уже 6,7%. Мне лично на твинке выпал с более высоким процентом. Но там получилось все довольно-таки жирно. И причем не один раз. Переходите по ссылке, посмотрите, как это было. Это было действительно феерически. Открываем дальше. Едем. Как я говорил, ниже 60 тысяч я опускаться не планирую. Но мало ли. Мало ли, может мне сейчас где-то очень круто повезет. Из мистического контейнера соберу контейнер второго уровня. А с него достану себе, допустим, там фон профиля, который обменяю на 50 тысяч голды. И пойду сегодня беспросветно бухать до самого утра. Тысяча золота падает. И собери их все, потому что я собрал, соответственно, все части сертификата на эту тысячу. Ну, уже неплохо. Уже неплохо. Уже вроде бы топчусь на месте. Но вот это топтание на месте, оно за тысячу с копейками существенно увеличило мои шансы. Но, как видите, мне не падает вот этот, блин, огромный сюрприз. Я его хочу. Я даже не так хочу контейнеры бомбические. Хотя, было бы, конечно, неплохо. Но все-таки огромный сюрприз. Дайте хоть один. Но, давай. Я сейчас валидол пойду посасывать, серьезно. Потому что я так рассчитывал, что будет так, как на твинке. Но, что-то, короче, так как на твинке не идет совсем. Нету. Нет такого настроения сегодня у игры по отношению к моему основному аккаунту, как я понимаю. И, по-моему, ребят, я сделал очень большую глупость. Начав прокручивать данную рулетку и начав играться с судьбой после того, как она мне показала. Показала свое лицо судьба на твинковом аккаунте. А здесь она, что-то, ко мне повернулась вот этим вот местом, которое немножко ниже копчика находится. Так, третий. Третий ящик. Давай. О! Так, хорошо. Черный ящик третьего уровня. Должен принести мне минимум 600 голды. Минимум 600. 400. Ё-моё! Не получилось. Не получилось у меня забрать. Обидно, конечно. 600 голды не получилось. Дала мне по минималочке. Ну, окей, хорошо. Так, с этими разобрались. 675. Едем дальше. Ну, ну давай, родимая. Ну, давай, ну подкрути чуть-чуть. Ну, чуть-чуточку вот сюда вот упади. Ну, сюда упади. А, рядом. Рядом прилетело, ребят. Немножко координаты сбились у рулетки. Ну, не знаю. Может, она исправится сейчас. Так. Талисман золота. Здесь неинтересно, потому что еще 6 штук надо. И сколько здесь у нас получается? 3. И здесь у нас 8. Ну, можно, в принципе. Но зачем? Зачем это? Зачем, если мне не этого надо? Если мне надо совсем другого? Если мне нужна машина, которая у меня нет в коллекции? Или голды побольше? Ну? Блин, мистики. Опять мистики. Еще и один. Дорого. Ну, честно. Вот сейчас уже покупаю дорого один мистический контейнер. Мистический сертификат. Может, и не дорого. Может, и не дорого. Так. Не хватает 8 мистических талисманов. Так. Ну что? Открываем еще один. Это получается... Это получается у нас второй мистический сертификат. Мистический сертификат. Мистический сертификат. Я в шоке от этой рулетки. Я в трансе от этой рулетки. Коро 45 тонн. Машина, о которой я мечтал. Десятка, которую я хотел. Я был готов крутить рулетку на нее, когда ее выставят разработчики. За любую сумму идти до конца ради этой машины. Вы не представляете себе, насколько я ее хотел. И я получил эту машину сейчас. Я получил эту машину сейчас за сколько? Так. Нельзя еще раз, пожалуйста. Ай, блин. Я получил эту машину сейчас, грубо говоря, за 2000 золота. Ребят. За 2000 с копейками. У меня было на счету 66 с копейками тысяч голды. Сейчас 64. И я получил эту машину. Десятку забрал. Самую, самую желанную машину, которой у меня не было в ангаре. Не было более желанной машины в моем списке, чем Коро 45 тонн. Ну все. Крутим до 60 тысяч. И будем считать, что я за 6 копейками тысяч купил себе Коро 45 тонн. Ребят, я в шоке. Друзья мои, поддержите меня, пожалуйста, лайками. Поддержите меня комментариями. Я в шоке сейчас. У меня просто нет слов. Серьезно, у меня огромный словарный запас, как мне кажется. Я забыл мистик открыть. Ну и хрен с ним, с мистиком. Вы знаете, вот так вот гуляя просто. Теперь можно... Вот просто вот так вот открываешь рулетку. Просто ни в чем себе не отказывая. Абсолютно. Вот просто вот так вот на расслабоне. Что от черных 3 ящика? Я вас умоляю. Что там мне упадет? Каких-то максимум 400 голды. Да я, пожалуйста, дарю вам эти деньги. Берите, разработчики. Берите. Мне не жалко. Серьезно. Забирайте. 600 голды, которых я хотел с третьего уровня получить. Но там дали 400. А со второго дали 600. Ну и хорошо. Едем дальше. Открываем еще черный ящик. Так. По-моему, меня уже переклинило. Все. Ребят. Вот теперь точно можно вызывать мне ребят в белых халатах. Пусть они мне спокойненько завязывают ручки за спиной. И ведут куда угодно. И делают со мной все, что хотят. Пожалуйста. Вот так вот получилось у меня покрутить рулетку. Я не буду идти. Не буду, не буду, ребят. Открывать мистики. Зачем? Зачем мне выходить из этой великолепной рулетки, чтобы тратить время на открытие моего вот этого вот хранилища в друзья? Пожалуйста. Я добавил тебя в друзья. Прямо сейчас. Прямо на записи. Потому что сейчас я щедрый. Вообще, ребят, я всех добавляю в друзья. Присылайте мне просьбы принять приглашение стать друзьями. У меня друзей сейчас, реально, я уже сбился со счету. По-моему, более то ли 600, то ли 700 человек у меня в друзьях сейчас висит. Вот. Контейнер с кастомизацией. Слушайте, я так рад контейнеру с кастомизацией сейчас. Но я, наверное, даже открою его. Смотрим. Че нам он? Пицца. Пожалуйста. Просто супер. Действительно. Аватар. Жирный кусочек. Че там у меня? Давайте еще посмотрим, что у меня есть. У меня еще выпало командир блинных войск. Великолепно. Я готов быть кем угодно. Так. Забираем. Едем дальше. 990 голды. У меня еще есть там чуть-чуть. Полторушка у меня еще остается. Которой я готов пожертвовать ради такого великолепного действия. Черный ящик. Великолепно. Три черных ящика. Открываем черные ящики. Получаем из них немножечко компенсации золотом. Триста. Триста. Пожалуйста. Вот так вот. Знаете так вот. Опа на. И триста. Братка. Не могу сейчас. Не могу сейчас. Я сейчас радуюсь. У меня сейчас абсолютно неиграбельное настроение. Поиграем, наверное, вечерком на стриме. Ребят. На коро. 45 тонн. Так. Еще 400. Братюнь. Нет возможности. Нет возможности. Я кручу самую крутую рулетку в своей жизни. Прости, пожалуйста. Сейчас поиграть не выйдет. Так. Есть. Что тут у меня? 2248. Рулетка просто нескончаемая. Вот она просто идет, идет и все. И она вот просто до бесконечности. Ну, давай мне с кастомизацией. И дальше мы пойдем по нормальным контам. Так. Два контейнера. Собери их все. Открываем. Что тут у нас? Ну, ничего. Хорошо. Я переживу. Открываем еще один. Все. Так вот. Едем дальше. Что у нас получается? Это забираем. Рулетка не заканчивается. Опять 2247 вижу на экране. Так. Едем за косарь. Так. Стоп. Стоп, ребят. Минуточку. Минуточку. Мы дошли до вот того момента, о котором я говорил. Там, где начинает становиться все очень дорого. Реально. Реально дорого начинает становиться. Там 6 тысяч стоит вот этот вот пролетик между одной единичкой голды. И второй единичкой голды, о которых я говорил в начале ролика. Так. Мистический. Давай мне. Мистический сертификат. Вот так вот, ребят. Слушайте. Ну, блин. Я просто... Я не знаю, что на превью писать. Серьезно. Я просто не знаю, что писать на превью. Ну, серьезно. Тайп 59. Если я правильно помню, то тайпа 59 в моей коллекции не было. Сейчас выйдем, посмотрим. Я серьезно не помню. По-моему, тайпа 59 я пожадничал покупать. И не купил его, когда он продавался. Да, пожалуйста. Тайп 59. Восьмерка еще пожаловала ко мне в коллекцию. Помимо заветной десятки. Вот так вот, ребят. Вот так получается. И я ничего не подкручиваю. Я ничего не делал. Серьезно. Ну, вот просто мне вот так вот сегодня на моем основном аккаунте просто бешеный фарт, который ничем не объяснимый. Вообще. Я сейчас за 5000 купил десятку и восьмерку. Вот просто вот так вот. Взял и купил. А плюс еще фиговую тучу свободки получил. Еще один мистический сертификат. Да, все, ребята. Сейчас. Давайте так вот откроем оставшиеся. Просто, может, там еще несколько мистических сертификатов сегодня мне... Еще один мистический. Ой. Так. Мне нужен корвалол. Валидол. Мне нужна валерьяна в глаза. Два еще мизи. Оп. Так. Хорошо. Хорошо. Так, великолепно. Я сейчас за 1000 голды, за 1000 голды, получил себе два мистических сертификата, которые я не побоюсь открыть. Да. Ребят, я смелый. Я сегодня смелый. Я сегодня борзый. Я сегодня просто вообще на коне. Я не знаю, может, мне заложить квартиру в банк и пойти... И пойти себе в казино сходить в реальное, что ли? Может, бабла какого-то подниму. Ну, вот так вот. ИС-2 экранированный. Я вот не помню, честно говоря, какая компенсация за него будет. У меня-то ИС-2 экранированный есть. Я его забрал. И 121B. Ну, за 121B я однозначно получаю компенсацию серебром. Это точно. А по ИСу пока непонятно. По ИСу пока непонятно. Что там по компенсации идет? По-моему, тоже должно быть серебром. Да. 2 ляма серебра и 6 лямов серебра. Оттого 10 миллионов серебра. Обидно, конечно, сейчас. Я уже губу такую, знаете, раскатал прям огромную. Прям до пола. Ну, все. Ребят, делаем последний прокрут. И давайте, давайте, наверное, будем заканчивать. Обидно, конечно, что огромный сюрприз так и не выпал мне. Это очень-очень грустненько. По крайней мере, для меня лично. Потому что там действительно, ну, жирные нормальные шансы на получение либо голды, либо машины. Так, 100 голды, мистических талисманов. 3 мне не хватает до 2 уровня. 6 тысяч. 6 тысяч. 6 тысяч. Да черт с ним, слушайте. Ну, давайте попытаемся. Почему нет? Попытаем счастье. Хочу все-таки огромный контейнер этот открыть. А может сейчас мистики дропнутся. И там как раз вот получится 3 конта открыть мистических. Так, собери их все. Ну, здесь, понятное дело, не окупится абсолютно. Талисман. Там еще 3 надо их. Это не вариант абсолютно. Забираем. И так, крутим еще раз. Дойду до следующей единички вот этой. Сделаю последний прокрут за 1 золотой. И на этом я уже точно успокоюсь. Потому что не хочу, не хочу портить себе настроение покупки короба полной его стоимости. Так, контейнер огромный. Это тот, о котором я говорил. Открываю. Открываю контейнер. Дай мне. Дай мне на десятку на какую-нибудь. OpenKM TL7120. И позитив заключается в том, что данной машины у меня нет. И если я ее сейчас выбью, то я еще одну тачку получаю себе в коллекцию. Ну, а негатив сводится к тому, что за девятку предлагают всего лишь 1750, если она тебе не выпадет. Это действительно маловато. Но, в любом случае, я верну себе практически 2000 золота. Пожалуйста. Что и требовалось доказать. Хотя шансы были, ребят, целых 20%. На минуточку. Итак, играем дальше. Как я говорил, пока идем. Опаньки. По-моему, от меня прозвучало пока идем. Хотя, вроде бы, до этого было утвердительное. Я иду до одного золотого. Еще. Собери их все. Открываем. Так, и что там у нас по талисманам? Двух талисманов не хватает, чтобы еще косарь вернуть. Во взвод. Нет, не хочу. Спасибо. Один золотой. Один золотой. За один золотой. Сейчас я должен забрать себе еще один какой-то танк в коллекцию. Ну, давай. Ну, или, конечно же, кастомизация. Тут одно из двух. Либо жирный фарт, либо жирный не фарт. Но... Жирный фарт, ребят. Жирный фарт. Я имею ввиду, по крайней мере, из того, что могло выпасть в целом сейчас из рулетки мне. И что мы здесь имеем? БЦ Бураск. БЦ Бураск у меня есть. Великолепная машина. Хорошая восьмерка. Довольно часто играю. И получаю голду. Тысячу пятьсот золотом. Тоже неплохо? Неплохо. Великолепно. Великолепно. Я уже как конь Пржевальского тут вот так вот делаю. Тысяча пятьсот пятьдесят голды. И... Ну, давай. Давай, 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 давай. Черный ящик. Один. Один черный ящик меня не сильно порадует, конечно. Но если из него выпадет черный ящик выше уровня, то почему бы нет? Ладно. Сто голды. Сто голды, ребят, это, конечно, не жирно. Не жирно. И... Я уже пошел, короче, вперед, ребят. Я уже, по-моему, вабанг пошел. У меня здесь на огромный сюрприз 10% и у меня здесь на мега-контейнеры 5%, но они меня не интересуют. А вот что касается нашего самого главного, бомбического, то здесь 0,42. Ребят, обратите внимание, 0,42. То есть я не рассчитываю их получить однозначно. И смотрим, что у нас по прокрутам по рулетке. Значит, где я тут нахожусь сейчас? Едем-едем. Мы в Америку приедем. Так. Ну, дорого. Дорого, ребят, дальше получается. Грубо говоря, больше трех тысяч вот здесь спрятано. И... Четыре косаря. Короче говоря, где-то в районе семи тысяч. Семи тысяч. И мне бы не хотелось. Честно. Дальше не хочу. Объясню почему. Дело в том, что по мистикам здесь будет выпадать все то же самое, что выпадало. Что касается моих шансов на то, чтобы там второго уровня контейнер открыть. Это, конечно, все очень хорошо. Но навряд ли. Навряд ли у меня там что-то нормально будет с этим. Или, по крайней мере, есть вероятность того, что нормально не будет. Здесь мне необходимо собрать три мистика. Соответственно, в принципе, если бы они мне упали, то да, окей, я бы открыл еще и параллельно контейнер второго уровня. Но очень большая вероятность того, что ничего не будет. Три контейнера вот этих осталось. Собери их все, вообще неинтересно. Вот серьезно. Что касается черных ящиков, ну окей, хорошо. Ладно. Все, я понял. Казино меня не оттускает. И... Черный ящик. Да. Один всего лишь. Который мне, наверное, все-таки, ребят, говорит о том, что... ГСН, сворачивай удочки. Радуйся тому, что тебе игра и так предоставила. А что мне игра предоставила? Игра предоставила мне две машины, которых у меня не было в ангаре. Из которых одна десятка. Заветная. Машина, о которой я давно мечтал. Короа 45 тонн. Наконец-то появляется в моем ангаре. И плюс к тому появляется... Пускай не сильно нужный мне тайп, но все-таки это восьмерка. И в коллекции пусть будет. И все это я, ребят, забрал за 10 тысяч голды. Плюс к тому я там насобирал огромное количество сертификатов на освободку. Но с учетом того, что у меня очень сильно тормозит мое хранилище, то не буду вас задерживать объединением всех этих сертификатов и пополнением своей копилки свободным опытом. Я остался доволен. За 10 тысяч я бы просто коро себе даже купил в голом состоянии и целовал бы ее в ствол, потому что машина очень классная. Ну а так за 10 тысяч огромное количество эмоций позитивных и две машины, которых ранее не имел. Побежал снимать специально для вас следующее видео, а вам искренне желаю такого же везения, как у меня было сегодня. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.